В день рождения народного художника СССР Аркадия Пластова село Преслониха Корсунского района принимало гостей. Свой визит на родину художника губернатор Алексей Русских начал с посещения погоста и возложения цветов на могилу великого мастера. Его сопровождал Николай Пластов, внук Аркадия Александровича. Далее гости проехали в Богоявленский храм, история которого неразрывно связана с семьей Пластовых. Он был построен по чертежам сельского архитектора, иконописца и псаломщика Григория Пластова. Деда Аркадия Александровича. Оформлять стены ему помогал сын Александр Григорьевич. Здесь же крестили и провожали в последний путь Аркадия Александровича. После пожара шестилетней давности храм был вновь построен при поддержке семьи Пластовых. Род Пластовых здесь уже около 200 лет практически. Ну, может быть, 170, вот так, если быть более точным. Вот, то вся жизнь этого места, вся жизнь людей, села, окрестностей, она протекала через семью так или иначе. Будь то и хлебопашество, будь то и служение в храме, а позже вот Аркадий Александрович решил сделать всё это ещё и предметом искусства. Глава региона посетил мастерскую Аркадия Александровича. Она построена в 1957 году. С того момента здесь ни разу не делали ремонт, да и незачем. Сосновый срок выглядит как новенький. Предметы, которые её наполняют, безусловно, ценны. Они напоминают об Аркадии Александровиче живом, деятельном, наполненном трепетом человеке. А также о его сыне Николай Аркадьевич и снохе Елене Николаевне, которые тоже творили здесь. Кроме дня рождения художника, поводом для визита высокой делегации стала ещё одна важная дата. В 22-м году Преслониха отметит своё 350-летие. В музее, в бывшем здании правления колхоза имени Калинина, где Аркадий Александрович работал ряд лет в качестве писаря сельского совета и секретаря комбета, обсудили будущее Преслонихи. Ещё хочу один важный момент отметить. Развитие села не должно ограничиваться лишь одним юбилейным годом. И мы не должны каждый день какую-то дать и готовить, а потом забывать. Иначе тут начинается процесс затухания и другие негативные процессы. Поэтому каждый год, на каждый год мы должны планировать хоть небольшое, но улучшение. Все такие менты должны жить и должны постоянно развиваться. Как сказал министр искусства и культурной политики области Евгения Сидорова, в 22-м году на территории Преслонихи в доме няньки Пластовых Екатерины Шарымовой планируется открыть музей народного быта на основе сохранившейся коллекции. Напомним, ранее, пять лет назад, на территории села Преслониха был открыт музей «Народная школа». Типичная школа, в которой учился Аркадий Александрович в маленькой сторожке рядом с храмом. Николай Николаевич и Татьяна Юрьевна предложили создать в Преслонихе музей крестьянской архитектуры и быта. Его объектами могут стать старинные избы, образцы деревянного зодчества, школа, построенная 150 лет назад, и мельница. Сейчас они находятся в разных районах области и даже в Мордовии. Их необходимо будет перевести в Преслониху. Если он очень хочет перевелиться в мир того христианства, который писал классно, ради которого, собственно говоря, он и жил, и ради которого он так известен и велик, то ему надо туристу посмотреть что-то настоящее, потрогать именно этот молоток, именно эту стену, прокладить старые бревна. Как пояснил Николай Николаевич, в перевезенных избах могут располагаться экспозиции народного способа жизни. Или внутри можно оборудовать гостевые дома со всеми удобствами. По его словам, это послужит развитию туризма. Пока данная тема осталась на стадии обсуждения. На совещании глава Корсунского района Владимир Чубаров отметил, что произойдут изменения в инфраструктуре села. Так в теплое время года обновят сельскую дорогу. Продолжит благоустройство храма Богоявления Господня. Он приобретет свои первоначальные цвета. Основные праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию Преслонихи, пройдут в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Это будет, например, совместный проект с Государственным художественным музеем Саратова. Мы привезем сюда картины Петрова Водкина, Ульяновской я имею в виду. Здесь, безусловно, ежегодно проходит международный пленэр художников «Земля Пластова». И в этом году исключения не будет. Международный пленэр обязательно пройдет. Он начинается чуть раньше, чем сама Пластовская ассамблея. И проходит в течение 12-14 дней. По словам министра искусства и культурной политики региона, определены предварительные сроки проведения ассамблеи. Это 3-5 сентября. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.